Доброе время суток всем. Сколько вот записываю видео, уже год как записываю, и никак не могу подобрать слова для приветствия. Хочется сказать добрый день всем, или доброе утро. Но в это время у кого-то уже вечер, а может быть ночь, а может быть даже завтра. Поэтому приходится говорить доброго времени суток всем, кто зашел на мой канал. Сегодня у нас хорошая погода. В общем-то тепло. Ну, что-то хучки ходят по нему. Хотя сказать хучки, то не топят по нему. Но надо же. Да, вот так видео записывается. Язык заплетается иногда. Так что не распутать. А я немножко хочу рассказать о том, что сегодня у нас год к каналу. Но особой картинки не выбрала. На улицу тоже не выбралась. Середина недели. Вчера праздник, позавчера праздник. И все дни праздники. И, честно говоря, уже устала от праздников. Хочется вязать просто в тишине и в покое. Но в покое нам только снится. Вот. А, насчет того, что год к каналу. Целый год я была с вами. И вы были со мной. За этот год я добилась очень многого. Но я не могу сказать, что это лично я, лично моя заслуга. Конечно, я старалась. Я что-то делала. Записывала, снимала. С вами общалась. Но и вы очень-очень много сделали для того, чтобы мой канал был на плаву. И существовал. Конечно, если бы никто не заходил, никто не смотрел, то смысла снимать и не было бы. Поэтому спасибо вам за то, что вы меня смотрите. А все начиналось год назад. Все начиналось с моего поиска работы. Ну, я уже об этом снимала видео, рассказывала, что я искала способы подработать. Ну, скорее всего, не для себя, а для молодежи. И так как они не хотели сами. Ну, как они ищут, конечно, работу и ищут. Где бы побольше заработать. Ну, вот и Ютуб не рассматривался, как способ заработка. Ну, я решила попробовать свои силы. Дошла до того, что решила, что мне самой нужно это попробовать. И обратилась я к Олечке, рукодельное счастье. Вы ее все знаете. Ссылочку на канал я оставлю. И Анастасия, это вязание с Анастасией клубок. И Настя, и Оля мне очень-очень помогли. Да, сначала я увидела у Насти ролик. Ролик такой был мотивирующий, что у меня прям загорелось. Думаю, ну, раз Настюша так говорит, то, значит, и я смогу. Я спросила у нее, смогу ли я. Она сказала, сможешь. Сможешь, пробуй, я помогу. Действительно, девочки мне помогали. Они вели меня до самого момента, когда я оформила уже, дошла до монетизации. Это были советы. Это была реальная помощь. Как назвать видео, как проставить теги, хэштеги. И вплоть до того, что они смотрели мое видео и говорили, что я делаю так, а что я делаю не так. Так что спасибо им огромное. И я, конечно, очень благодарна девочкам за то, что реально мне очень сильно помогли. И это была действительно здоровская помощь. Ну и когда довели меня, девчонки, до монетизации, дальше надо было плыть самой. Я уже понимала, что нужно работать. Опыт приходит с временем. Знания, которые мне дали девочки, они были, и до сих пор я ими пользуюсь. Так что пошла дальше работа. Ну, особо я что-то вот смотрю на свои ролики, особо вязать. Я мало что вязала, да, в этом году. Очень мало вязала. Мне кажется, да, до того, как я попала на YouTube, я вообще попала в интернет, у меня появился. Я вязала больше, у меня фантазии больше было. Я как-то сама придумывала фасоны, модели, узоры. А сейчас идешь в Pinterest, вдохновляешься, потом оттуда выходишь с головной болью и думаешь, ну что же вязать при всем том обилии, что уже я увидела. Можно, конечно, выбрать что-то, дно, это сбивает с толку, очень сильно сбивает с толку. Ну, в общем-то, я дожила и до сегодняшнего дня. И сейчас у меня больше выходят болталки, потому что процессы такие большие. И я много распускаю, и не повяжешь на камеру, например, шаль, никак не повяжешь. А то, думаю, на канал нужно больше узоров и больше маленьких процессов. Тогда видео можно будет чаще выкладывать. А вот большие процессы, это уже редкие видео, но канал требует побольше видео, почаще. В общем, это своя система. Ну, вот я поговорила с вами немножко. Как-то так отметили мы годовщину канала. Просто без шампанского. Шампанское было буквально вчера, позавчера. Поэтому идем смотреть, что я навязала и продолжать работать. И да, у меня сейчас на канале почти 5000 подписчиков. Еще немножко, и будет цифра 5 круглая. Конечно, я даже не мечтала об этом. Нет, мечтала, мечтала. Но я как-то думала, что это нереально, и очень-очень долго придется ждать такой цифры. Но она, она уже рядом, она уже близко. Ну, в год не получилось до 5000 до идти, потому что все-таки работать надо лучше, чаще, больше и информативнее. Тогда и подписчики будут. Ну, а пока спасибо за это. Спасибо за все. Спасибо вам. Спасибо тем, кто мне помогал. Всем, всем, всем спасибо. А насчет подписчиков также пришли ко мне с канала вязаный стиль от Анны. Анечка упомянула обо мне, и в одном видео я просто увидела, как сыпется комментарий. Я пришла к вам от Анны, я пришла к вам от Анечки, я пришла от Анны. Я была очень рада и благодарна Анете за то, что она вот таким образом, способом прислала вас ко мне. Спасибо, Анюте, спасибо вам. А теперь пошли смотреть. Хватит погоду рассматривать. Немного об этой пряже. Цвет называется Green Yellow, зелено-желтый, я так понимаю, в 100 граммах 800 метров. Кауни. Длительная пряжа. Вот. Доброго времени суток всем, кто заклянул на мой канал. Так, вот такая конструкция у меня. Шаль. Хочу показать, что изменилось. Насколько же я продвинулась в вязании. Это было на первый день. Вот здесь замерила. Где-то здесь у меня было сантиметров 50, я говорила. Если потянуть, сложно показать ее размеры. Но самое главное, что я хочу показать, это то, что я стала ввязывать бисер. И вот, что у меня получается. Петель очень много, предположим, 300 петель, да? Ну, уже больше гораздо, но, предположим, 300. И вот, через одну петельку, накид и петля, вот в эту петлю я ввязываю бисер. И это занимает у меня часа два времени, чтобы вязать только в один ряд. Вот здесь тоже нужно было ввязывать, но я уже решила, что буду делать это пореже, потому что занимает очень много времени. Я посмотрю еще, как вязать, но вот, конечно, это будет очень красиво, очень красиво, когда столько бисера, но это очень долго. Вязание затянется, в общем, я еще подумаю над этим. Шар продвигается потихонечку, мне нравится процесс, потому что я очень люблю вязать шаль, мое любимое дело это шаль. Вяжешь по схемам, ничего не боишься, нигде не ошибешься, если ошибешься, легко исправить в следующем ряду, но обычно теряется накид, но накиды теряются, а их легко поднять с предыдущего ряда, поэтому люблю вязать шали, разбираться в схемах, и потом видеть, что получается в конечном итоге, какой ажур, какая красота, и главное, что нравится человеку, которому вяжешь, он тоже тоже ждет, и хочет увидеть уже результат, так что свяжу, вяжу с радостью, с удовольствием, и вот пока вижу шаль, что-то мне заскучалось, и захотело каких-то других расцветок, и особенно вот этого цвета, несмотря на то, что эта работа как бы, она будет мне в радость, это такая подставочка от Ани, я уже знаю, она будет просто где-то там в кадре стоять, вот так положу пряжу, пусть лежит, и хочу показать, что это такое, это шапка, ну по идее это должна быть шапка, на маленький размер спицы даже мне не поместились, вернее, тяжело вязать на маленький размер по кругу, поэтому я решила, вот будет шов, и увидела я, как вяжут очень интересный край, здесь не видно, он должен быть, вот это изнаночная сторона, а это лицевая сторона, и он такими, вот видите, как он, зубчиками, зубчиками получается, решила такой край применить, потому что скучно просто резинку вязать, это экспериментальный образец, я набрала 70 петель, пряжа Ализе Боби Вол, метраж, знаете, как она, что за пряжа, там бомбок, по-моему, кошемир, немножко, в общем, очень мягкая, очень такая, вот такая, пластичная пряжа, приятная, хочется из нее вязать, вяжу на спицах 2,5, можно было и на меньших спицах, ну вот, вяжу на 2,5, резиночку связала, полую резиночку, сначала набирала 70 петель, потом, там особый способ набора, не фабричный край, а по-другому набирается, я, наверное, попозже покажу, как это делается, и на более толстых ниточках будет красивее выглядеть, я попробую, на тонких ниточках, он все равно зубчиками получается, и красивый край, и полая резинка, где-то там у меня полая резинка, вот, хорошо, тянется, край держит, в общем, осталось связать, но, узор подбирала, подбирала, я много раз вяжу, перевязываю, и этот узор мне что-то не очень нравится, он у меня не стоит вот так в ряд, а он немножко смещается на одну петлю, решила по диагонали немножко сместить, эти, конечно, проекты не входят уже в проект ликвидации, но так для души, для души просто хочется повязать, и, да, примерка была, и, оказывается, на, даже, я думала, на весну хватит, нет, на 5 месяцев мало, маленькая, надо побольше, весна, еще через месяц где-то, поэтому надо чуть побольше делать, и, да, я набирала 70 петель, потом прибавляла, и получается 140, вот, как прибавляла, я уже говорила, что не фабричный набор, а другой, и все равно получается, ну, вот, красиво, и 140 петелечек, так что, вот такая шапочка, но, вот здесь маловато, поэтому, я решила из другого клубочка попробовать другой набор, вот такой набор, наверное, многие его знают, многие видели, это когда, мы вяжем, просто, вяжем, потом вот так, переворачиваем, перекручиваем, и продолжаем вязать, и тогда получается край такой перекрученный, вот, что у меня получилось, не знаю, как это будет выглядеть, но попробую, постараюсь уже не распускать, я распускаю, неимоверно много, и поэтому очень мало бывает связано, это мой творческий процесс, поэтому муки творчества мучают и заставляют распускать, смотрю на девочек, которые не распускают, и даже как-то завидую, что им все нравится, вот, чтобы они не связали, им все нравится, а мне всегда в чем-то, что-то не нравится, я начинаю это исправлять, это моя беда, надо от этого избавляться, ну вот, что у меня связано на сегодня, ничего, шаль в работе, и это шапочки, они тоже в работе, можно сказать. Хочу вам показать работы, которые в этом, в прошлом году связали по моим, ну, громко сказать, мастер-классам, по моим моделям девочки Александра Комиссарова, она связала кардиган, он сейчас будет на экране, я фотографию вставляю, ну, смотрите на фотографию, и слушайте меня. Такой красивый кардиганчик, и квадратный мотив, крючком связан. Александра очень хорошо вяжет, у нее замечательные работы, ну, просто очень быстро она его связала, мне показала, но я долго не решалась, показывать без ее разрешения. Еще один кардиган, итак, это работа Ирины Спейс, она любезно прислала мне этот кардиган, свои фотографии, я надеюсь, что вам тоже нравится, как он связан, мне очень нравится, я вижу, как Ирина рада такому кардигану, поэтому я тоже очень-очень рада, что пригодился узор, и моя задумка этого узора, как кардигану, тоже пригодилась и понравилась. Спасибо Ирине за этот подарок, за фотографии. И еще работы, я знаю, что вязали шали Харони, шаль Харони вязала Нина Ножного, с канала, так и называется, Нина Ножного, но шали, вы можете увидеть у нее на канале, она даже связала шали на машинке, на машинке, очень оригинально, и руками, а также шаль, которую связала Александра, мы с ней общаемся в Одноклассниках, и вот сейчас вы увидите эту шаль. И так, спасибо девочкам за то, что показали свои работы, связали их по моим мастер-классам, мастер-класс по шали Харони был сложный, конечно, нужно было много времени уделить тому, чтобы все снять попетельно, порядно, ну, у меня получилось, я вижу, что кто-то вяжет, кто-то смотрит этот мастер-класс, я очень рада, рада тому, что он востребован. Так что, спасибо девочкам к отращению моего канала, у меня пока немного работ по моим мастер-классам, но все-таки спасибо им за то, что они прислали, показали мне свои работы. А на этом я хочу с вами сегодня попрощаться, сказать вам большое спасибо и до новых встреч. Продолжение следует... субтитры создавал DimaTorzok